Имя заслуженного артиста России, солиста ансамбля «Русская песня», первого руководителя ансамбля «Распевы» Владимира Левашова, у всех, кто знал его, ассоциируется с народным творчеством. Он очень любил народные песни, ценил и воспевал русскую культуру. Владимир Левашов ушел из жизни, но оставил после себя воспоминания о ярком и творческом человеке. Второй год в нашем округе проходит фестиваль «Красно-солнышко», посвященный памяти артиста. Его основателем являются супруга Владимира Левашова и друзья. Торжественное открытие прошло в Чикаловском дворце культуры. Прежде всего и воспитательная цель, и в то же время это пропаганда нашей культуры, нашей русской культуры. Потому что вы посмотрите, какие здесь интересные работы собраны. Привлечены все возрастные категории, от мала до велика. И это, конечно, исплачивает, это, конечно, и создает такую хорошую атмосферу праздника и добра. В рамках фестиваля проходит несколько конкурсов. Участники могут выступать в номинациях «Вокальное искусство», «Танец» и «Народные ремесла». На конкурсный просмотр в номинации «Декоративно-прикладное творчество» представлено более 200 работ из 20 учреждений. В жюри – профессионалы, педагоги высших учебных заведений Москвы. Глядя на работы, понимаешь, сколько труда и усердия вложили в них художники. Интерес, я считаю, возвращается, что люди уже устали от компьютеров, хочется чего-то настоящего. Особенно в народном стиле. Огромное значение, я считаю, воспитание молодежи в наших традициях русских. Усердие, трудолюбие, любовь к родине. Народное творчество в авторском исполнении, куклы, вышивка, картины – все это исполнено в разных жанрах. И здесь, как и в любом состязании, важна не победа, а участие. Внимание к народной культуре – вот главная идея фестиваля, посвященного памяти нашего земляка.